Итак, сегодня 14 декабря 2016 года, мы опять в студии СБ Беларусь, интернет-телевидение, и сегодня мы будем говорить о очень серьезном, я считаю, одном из самых главных трендов в медицине, в организации здравоохранения, это IT-технологии в этом самом здравоохранении. Мы знаем уже, что Мировой банк выделил порядка 125 миллионов долларов на организацию этого самого здравоохранения, я думаю, что из этой суммы какая-то часть перепадет как раз на современные технологии. Мы также с вами знаем, что самое большое количество нареканий на работу врачей и вообще здравоохранения, ну почему-то, вот попробуем сегодня узнать почему, это как раз поликлинический отдел. Для меня это тоже будет интересно, поскольку я, к сожалению или к счастью, как-то не работал в поликлиническом секторе. Как правило, я работал в клиническом секторе, и поэтому не очень хорошо представляю, хотя иногда приходилось консультировать, но не очень представляю тех проблем, которые, в общем-то, находятся в поликлинике. И для этого, для того, чтобы разобраться в этих проблемах, для того, чтобы разобраться в том, как мы их будем решать с помощью современных технологий, я сегодня пригласил к нам в студию главного врача 39-й поликлиники города Героя Минска, Есманчик Ольгу Петровну. Здравствуйте, уважаемая Ольга Петровна. Здравствуйте. Я вот смотрю на вас, вроде синяков на вас нет, хотя знаю, что поликлинику, извините за образное выражение, как это сказать, дубасят, бьют, кому не лень, и когда, да, и куда ни попади. И у меня как раз первый вопрос к вам. Вообще вот на ваш взгляд, как организатора здравоохранения, на мой взгляд, очень важного первичного звена, скажем так, да, ну, есть там еще фельдшерские пункты, но, в принципе, мы говорим о поликлинике как о первичном звене. Вот какие самые главные проблемы и самое большое количество нареканий со стороны пациентов, вот в каком формате, в каком секторе, в каком сегменте, в каком месте, на каком этаже даже вашей поликлиники? На сегодняшний день, на самом деле, первичное звено – это не только поликлиники. Для города Минска это быстрее поликлиники. На сегодняшний день первичное звено – это, как вы правильно сказали, амбулатории, врачебные амбулатории, либо фельдшерские. На регионах в городе Минске существуют амбулатории и в Каменной Горке, которые присоединили к новой открытой поликлинике в ноябре 2016 года. То есть мы должны, прошу прощения, мы должны сказать, что амбулатория это тогда, когда там есть фельдшер, там есть медсестра. Мы должны сказать о том, что есть фельдшерские амбулатории, когда есть только фельдшер, то есть уровень среднего медработника, либо фельдшер, либо помощник врача. А на врачебных амбулаториях это тоже есть в регионах республики, удаленных от города Минска, когда существует один врач, либо несколько врачей определенных специальностей. Сегодня система здравоохранения говорит о том, что это должен быть врач общей практики, который имеет, терапевт или педиатр, соответственно, который имеет более широкий перечень своих функций в плане того, что он может посмотреть и провести отоскопию, то есть сделать наружный осмотр, наружного слухового прохода, провести какую-то офтальмоноскопию, глазное дно посмотреть, поработать молоточком как невролог и провести какую-то начальную дифференциальную диагностику для того, чтобы сказать, что уважаемый пациент, вам нужно сегодня обратиться к врачу-специалисту, либо у вас есть те признаки заболевания, которые мы можем назначить, пролечить и получить эффект, а уже при отсутствии эффекта, либо должного какого-то в полном объеме, мы должны обратиться к врачу-специалисту. Так вот, это больше касается регионов, и в городе Минске это тех удаленных моментов, когда новостройки наши микрорайоны растут, увеличиваются, поликлиническая или социальная сфера, но не успевают строиться так же быстро, как и наши дома, которые сдаются, поэтому на первых этажах учреждений, вернее домов, открываются врачебные амбулатории, и именно врачебные в городе Минске амбулатории. Ну, опять-таки, и тот уровень задач другой, да, и возможности другие, но, я так понимаю, мы немножко ушли от ответа. То есть, эта система работает на то, чтобы все-таки снять напряжение и донести медицинскую помощь максимально быстро, да, каждому конкретному пациенту, который в этом нуждается. Я имею в виду про амбулатории. Но все-таки вопрос первичный был, где вот эти самые точки, где рождается негативизм, где рождается жалоба, где рождается недовольство, опять-таки, вот, ну, в реальной жизни. Неважно, это будет амбулатория, или это будет поликлиника, да, или это будет вот, ну, то есть, в вашем звене. Где рождается жалоба на ваш взгляд? Мы всегда должны говорить о том, что как театр начинается с вешалки, так и любой учреждений начинается из регистратуры. На самом деле, если мы говорим о том, что в регистратуре работают все-таки медрегистраторы лица, не имеющие медицинского образования, они работают под курацией медицинской сестры, старшей регистратуры, то именно очень много зависит от тех людей, которые в первичном звене сразу же дают информацию для пациента. С одной стороны, это в справочной службе, с другой стороны, это вызов врача на дом, с третьей стороны, это тоже бюро регистрации листков временной нетрудоспособности, к которым тоже обращаются пациенты, дабы решить какие-то вопросы и по льготной выписке получить, зарегистрировать препараты. То есть вот камень прикновения начинается с отдела регистрации? В принципе, всегда с первого этажа. В стационарах это приемное отделение, в поликлиниках это регистратуры. Знаете, я прошу прощения, поскольку клинический доктор все-таки, то, ну, как правило, ну, не было у нас. У нас были какие-то проблемы с приемным отделением, но, как правило, приемное отделение больших клиник, да, оно настроено на результат. То есть, в общем-то, я считаю, что это действительно очень подвижный такой, ну, не знаю, батальон, взвод, там, рота врачей, медперсонала, которые в течение, ну, двух часов решают основные вопросы с любым поступившим в стационар человеком. То есть здесь как раз, ну, целые легенды ходят о том, и фильмы сняты там не только у нас, но в основном в американских телевизионных компаниях практикуют, да, о том, как классно работают бригады вот этих приемных отделений. Если мы возвращаемся в поликлинику... Опять вы говорите правильно, бригады в приемных отделениях, то есть медперсонал, врач, помощник врача, либо медсестра, это те люди, которые работают непосредственно, и, возможно, некий младший медперсонал, санитарки, ну, не младший, а регистраторы. В вашей поликлинике, как у вас, хорошо, я еще ближе, так я пытаюсь из вас все-таки получить от вас ответ. Вот в вашей поликлинике есть проблемы с регистратурой или нет? И если нету, как вы их решили, если есть, почему нельзя решить? На сегодняшний день сказать, что все идеально, это будет неправильно. Это по-честному. Это по-честному, и всегда говорю своим пациентам и сотрудникам, что тот человек, который не врет. Я пытаюсь уйти от ответа, но я никогда не вру тем, кому я отвечаю, и за кого несу ответственность. Поэтому, на самом деле, в регистраторе сказать, что идеально не могу. Почему? Потому что все-таки мы новое учреждение, у нас новый коллектив, который формируется, и формируется... Да, у меня коллектив есть. У меня есть 305 физических лиц, которые работают под нашим руководством и началом. Но на сегодняшний день тяжело говорить, что за два года мы сформировали уже ту команду единомышленников, которая есть. Сегодня у нас в учреждении есть текучесть кадров, и мы формируем этот коллектив. Потому что либо ты работаешь вместе на единый результат, и тогда в совокупности ты даешь, отвечаешь на каждом рабочем месте за свой объем работы полностью грамотно и хорошо, либо ты начинаешь, скажем так, идти на поводу своего настроения каких-то личных вопросов, что, на мой взгляд, это недопустимо в системе здравоохранения. Два слова в защиту поликлиники. Вот я сейчас обращаюсь к нашим зрителям, к нашим гражданам с очень большой просьбой. В одном из интервью с одним из докторов, который только окончил медуниверситет, я услышал для себя, в общем-то, конечно, такую печальную новость о том, что молодой человек, практически, ну, очень хорошо окончивший медуниверситет, который учился в этом медуниверситете и прошел интернатуру, там, это всего и того, там, где-то ничего, 7 лет, мне заявил о том, что хочет уходить из реального здравоохранения не потому, что, как бы, у него какие-то там есть сверхъестественные планы внутренние, он поменял свою, извиняюсь, профессиональную ориентацию, а только потому, что он устал от того хамства, которое царит на уровне общения врача и пациента. То есть его такие радужные, скажем, радужные его отношения к своей профессии, оно разбилось вот о камень, о лед вот этого человеческого непонимания, человеческой претензии, поэтому для того, чтобы сформировать коллектив в той же самой регистратуре, от которой мы не можем оторваться, вот, с нашей уважаемой гостью, конечно же, очень важно, чтобы мы, граждане, приходя в поликлинику, понимали, что есть некая форма отношений, уважительных отношений, да, которая должна быть с двух сторон, и со стороны персонала, неважно, у тебя медицинское образование или у тебя немедицинское образование, да, и, опять же, самим пациентам, то есть персонал должен понимать, и пациент должен понимать, что от их взаимодействия зависит вот тот рождение того коллектива, о котором говорит сегодня моя гостья, потому что именно коллектив в конечном счете потом решает оперативность решения вопроса, да, качество оказываемой помощи, то есть все дальше происходит, но для этого начальный вход должен быть позитивным и ответственным за свое здоровье и за самочувствие не только пациента, но и за самочувствие, опять-таки, персонала. Но у нас, прошу прощения, не очень много времени, у нас сегодня такая заявочная тема, поможет ли электронный рецепт от очередей в поликлиниках. Значит, мы не выяснили до конца, откуда берутся жалобы, но понятно, что они берутся в том числе от, скажем, ну не то, что неточности, недовольства... Первичного контакта. Первичного контакта, то есть пациента и с самой поликлиникой, и с сотрудниками, да, и даже с тем дворником, который подметает и мешает, да, подойти ко входу в поликлинику. Вот, и вот сейчас, конечно же, основная часть вопросов, и я прошу моих уважаемых зрителей обратить на это внимание, что, пожалуйста, у нас сегодня уникальная возможность, я возьму на себя инициативу познакомиться вот с этим IT-проектом, который, я думаю, должен помочь как раз в организации и формировании отношения, позитивного отношения друг к другу в поликлиниках. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, об этом факторе, об этой инновации, и как она может нас или не может все-таки, или поможет спасти от жалоб, от нытья, от капризов с двух сторон. Для того, чтобы говорить, да, на самом деле в сентябре прошлого года стартовал пилотный проект «Электронный рецепт». Он стартовал в городе на базе четырех учреждений города, амбулаторно-поликлинических. Были выбраны четыре учреждения, просто в зависимости от того, с учетом того, что разные программные продукты стоят в разных учреждениях. И пытались посмотреть о том, смогут ли эти разные программные продукты совместиться между собой и с другими системами программными, электронными в городе и в перспективе в республике. Это все получилось, потому что первые три месяца стартовавшего пилотного проекта показало достаточно эффективные результаты. Вот я прошу, красиво говорим. Так. Понятно говорим, но очень важно, мне кажется, я предлагаю, акценты сместить в сторону именно потребления. То есть, да, пилотный проект, да, но есть некая проблема, есть целевая установка, которую мы должны достичь, и есть та проблема, которую мы должны решить. И вот, опять-таки, очереди в поликлинике. Сегодня же смотрят и говорят, слушай, ну, красиво поют. У нас все пилотный проект, у нас вся жизнь пилотный проект. Рождаемся в пилотном проекте и умираем так, не разобравшись. Без пилота мы не можем понять, понимаете, внедрить что-то на всю систему здравоохранения тяжело. Мы говорим о том, что, отрабатывая что-то на отдельных структурных единицах, мы получаем эффект, либо не получаем, и его корректируем. Получив эффект, мы зажигаем дальше. Мое сочувствие, да, вы оказались в эпицентре эксперимента, я так понимаю, на живых людях, что называется, да? Ну, если так образно сказать, то да, но сказать, что был полный классический эксперимент в плане того, как нас учили в школе, то этого не получилось. Да, ну, образно. Значит, если мы говорим, для чего стартовал пилотный проект? В каждом учреждении мы должны отметить о том, что сформирована своя база данных на каждого пациента в электронном формате. У кого-то она больше, у кого-то меньше. То есть есть паспортные данные на каждого пациента, есть категория социальных льгот, есть осмотры и дневники. Но на этом этапе это головная боль для медперсонала, потому что деньги они получают те же, а нагрузка на них по созданию вот этих блоков инфрационных, естественно, добавилась. Позвольте не согласиться, потому что когда начинался лет 10-15 назад под попыткой реализовать и внедрить вообще электронную регистратору в поликлиниках, порядок выдачи талонов на амбулаторный прием, сразу же стояли, все регистраторы стали, как мы говорим, в позу и сказали, нам это не надо, нам проще работать с бумажечками. После того, когда поставили все-таки эти программные продукты, когда начали выдавать в электронном варианте и формате талончики, и стали просто печатать, как в кассах, на чек-принтерах эти талоны, все регистраторы, пусть спустя месяца 3-6, когда пришли и сказали, давайте мы вас теперь заберем и вернемся опять к бумажным вариантам, на полочке, все сказали нет, потому что электронное здравоохранение ускоряет процесс общения, дает новые возможности и варианты. И снимает напряжение. И снимает напряжение. Пациенту не надо стоять в очереди, там, час, два, пять, с пяти утра, для того, чтобы всем получить. Да, талончик мы получаем, нажимая на кнопочку, талончик мы получаем, опять-таки, заходя на сайт. Через интернет, через электронную регистратору. То есть, та бабушка и дедушка, у которого время свободное, и она не очень пользуется интернетом, она приходит в поликлинику, нажимает кнопку и получает талончик? Да. Или получает... Нет, мест. Бабушка может прийти сразу же в регистратуру, в стол справок, и уточнить информацию, ей может дать медрегистратор стола справок. Если бы ей... Бабушка может позвонить по телефону в стол справок и сказать, что я хочу талончик, пожалуйста, вы его получите, то, что есть в наличии. Она может через интернет ее внук или дочка, или сын, заказать ей талончик, и она придет его распечатать, либо уже врач на рабочем месте, когда бабушка сегодня придет на прием, увидит, что бабушка получила и заказала этот талончик, и даже карточка будет подобрана этой бабушке на прием. А как же поговорить? Поговорить, пожалуйста. Есть помощник врача, есть медицинская сестра, которая может прийти домой, либо организовать. В поликлиниках организована школа здоровья. И для пациентов третьего возраста, и балансиальной астмы, и материальной гипертензии. Прошу прощения. А как же, мне ничего не надо, мне только спросить. И вне очереди. Мне только спросить. Ну, такая, знаете, категория есть. Бывает, соглашусь. Мне, я тороплюсь на пояс. Уточнить результат анализа, и при этом доктор, пожалуйста, скажите, доктор говорит, у вас понижен гемоглобин или повышенные лейкоциты. А он говорит, а что мне нужно делать, принимать? А любой лечащий врач, себя уважающий, должен после осмотра определиться. И тогда говоришь, либо закажи карточку в старых вариантах, либо сегодня я говорю... Я сейчас немножко говорю не о том, я говорю о том, что в любой очереди всегда находится женщина, как правило, которая торопится. И которая вот эта фраза, да, она может с любым талончиком, без талончика, она приходит в начало очереди, извините, ногой открывает кабинет, и говорит, мне только спросить. Мы начинаем с начала разговора. Человеческий фактор. Уважение пациентов как медперсонал, так и внутри себя в очереди. Что делает доктор? Вот я говорю, как он должен смесить ситуацию, потому что дальше, когда дверь захлопывается, возникает такая немая пауза, а потом после этой немой паузы открывается рот сразу всей очереди, потому что понимает, что она просто... Очередь обманули. Вот как в этой ситуации? В ситуации, а только спросить, а поговорить, либо только узнать, опять-таки все будет зависеть от того медработника, который сидит, от медицинской сестры и врача. Если я врач, и я понимаю, что перед приемом я просмотрела результат анализов, и у этой пациентки они плохие, простите, медсестра водит и должна сказать, что, извините, здесь пациентка требует оказания какой-то помощи. То есть тогда медсестра врач регулирует эту самую... Да, регулирует потоки, распределяет, уточняет, кто в очереди сидит, за каким вопросом проблемы и для чего это нужно. Если же понятно, что у меня человеческий фактор, какой у медработника, желания этого нет, то, соответственно, начинает возникать конфликтная ситуация. Поэтому мы, я говорила, что мы стараемся, мы пытаемся научить медработников вот этим этическим вопросом. И тот резонанс, который вызвал проект... Деонтологический, последний? Да. То есть вот огромное количество обсуждений, простите, закон о здравоохранении все это проговаривал. Здесь просто в одном документе суммировали все, аккумулировали, где четко прописали отдельные моменты. У нас была в гостях вот совсем недавно Ольга Владимировна, которая из Минздрава, которая участвовала в разработке. И у нас с ней был этот разговор. Конечно, не все там гладко. Я думаю, что нужно шлифовать. Но то, что регламент должен быть, то, что дресс-код должен быть, и, на мой взгляд, не только для работников здравоохранения и в поликлиниках в том числе, я высказал, в общем-то, мысль о том, что он решается, на мой взгляд, очень просто. Просто поликлиника за внебюджетные средства покупает всем работникам униформу, и поликлиника приобретает... Работники поликлиники, вот эти 305 человек, приобретают какой-то командный вид, и это, мне кажется, только на пользу общему делу. Но мы не будем сегодня отклоняться в деонтологию. Тут все для меня, например, понятно, и я думаю, что очень важно, там акценты сделаны на то, чтобы врачи между собой нашли консенсус. Это тоже очень важно, потому что все равно это отражается и на репутации врачей, и не только на репутации, но и на лечении пациентов. Конечно. Потому что вот эта отсылка туда-сюда, хотя это отдельная тема, и я готов встретиться с вами еще раз и обсудить некоторые деонтологические аспекты взаимодействия в самой поликлинике и между поликлиниками и клиниками. Это тоже очень важный момент. Сегодня у нас попытка уйти от жалобы, которая... От критического обращения. Да. И как раз, вот чем может быть, да, в чем может помочь нам... Пластиковые карточки. Да. Так вот мы говорили о том, что это выстраивается в системе электронного вздохни внутри каждой поликлиники. Вопрос взаимодействия между поликлиниками для того, чтобы пациент, с одной стороны, я мигрирую по городу Минску, я мигрирую между регионами, я меняю место жительства, снимаю квартиру и так далее. Поменяв место жительства, всегда становится вопрос. Я написала заявление, и мне нужна амбулаторная карта. Учреждение здравоохранения посылает запрос по корпоративу в электронном формате в то учреждение, где был пациент, и получает выписку из амбулаторной карты. Для того, чтобы... Сегодня мы говорим, чтобы не посылать, вот не делать вот этого документа оборота лишнего, мы говорим, что система здравоохранения в городе переходит на новый уровень, и должна амбулаторная карта мигрировать за пациентом. Пластиковая карточка. Это не амбулаторная карта пациента. Это ключ доступа, скажем так, к системе, к серверу, на котором хранится информация о данном пациенте. Значит, я так понимаю, что вот эта вот самая карточка, которую я держу в руках, она не только электронный рецепт, но это еще... В перспективе ключ доступа... Ключ доступа к вот этой самой истории болезни, для того, чтобы, опять-таки, не терзать бедных пациентов, не стоять в очереди за этой карточкой, не писать расписки о получении этой карточки, да? И более того, понятно... Собственно, с поликлиники на руки не выдается. Вот. На руки выдается только соответствующим службам по соответствующим запросам. А амбулаторная карта, понимаете, опять-таки, бумажный вариант амбулаторной карты, он хорош, но с ней работает только один медработник, либо врач выдается, кто имеет эту карточку. В электронном формате с этой амбулаторной картой электронной может работать сразу же несколько врачей одновременно. И мы вернемся к этому разговору. Но поскольку время бежит очень быстро, и у нас все меньше и меньше, а мы еще не все рассказали про рецепт, конечно, давайте вот вернемся. Это очень интересная история, да, айтизация медицины. И действительно, там много всего любопытного. И я предлагаю этому посвятить еще одну программу, да, потому что это не может ограничиться только нашей с вами беседой 30-минутной. Но, естественно, те люди, которые нас смотрят, а мы сейчас перейдем к вопросам, да, им все-таки интересно, как не тратить время и уже сейчас воспользоваться вот этой самой новой технологией и прийти в аптеку, то есть где взять, что для этого нужно. Напомним, если даже кто-то знает, и как он будет с этой карточкой вести себя в аптеке для того, чтобы все было у нас хорошо. Первое. Первое. Пациент с паспортом. Если это дети, значит, родитель с свидетельством рождения либо паспортом ребенка приходит в кабинет, где выдаются пластиковые карточки, в поликлинику по месту жительства. 39-й поликлиника, где находится... Бюро регистрации больничных листов. Это 135-й, либо на третьем этаже старшие медицинские сестры терапии в две смены. Если вы по району обслуживания 309-й поликлиника записываете, и будет вам счастье. Итак, приходит пациент с паспортом, свидетельством о рождении ребенка либо паспортом ребенка в регистратуру. Медрегистратор. Вот эти карточки, которые мы заказывали, они деперсонифицированы. Они просто имеют штрих-код и ничего более. Их поликлиника получила, получила, заплатила деньги, но для пациента они выдаются бесплатно. И если пациент, сразу же вернемся к тому, потерял эту пластиковую карточку, он приходит в регистратуру и получает новую, и опять-таки бесплатно. Вот я бы так не и ставил вопрос. Мы сегодня говорим о том, что пациент должен ее получить, пациенту это нужно, и мы попробуем поговорить о том, почему это нужно и для чего это нужно. Значит, придя с паспортом в регистратуру, регистратор берет паспорт, определяется и сверяет паспортные данные данного пациента в нашей электронной амбулаторной карте. Чтобы не было ошибок. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес фактической прописки и адрес проживания, потому что мы говорим, что это выдается и тем, кто просто прикреплен в районе обслуживания поликлиники. Ну да, и родственники из деревень, которые насыщают город зимой, то есть это понятно. Значит, выдается пластиковая карточка и вносится обязательно в базу данных личный номер паспорта, вот это многозначное число, которое привязывается к пациенту на всю жизнь. Опять-таки, делается все для того, чтобы идентифицировать личность, и не было потом ошибки. Дублирование ошибок дальше. Да. Соответственно, все сверили. Пациенту выводится, берется по номеру любая следующая пластиковая карточка, она подписывается, пишется фамилия. Мы ее уже пернисифицируем. Мы ее берем и подносим к сканирующему устройству. Сканер считывает этот номер и привязывает вот эту карточку, номер такой-то, к моему личному номеру паспорта, потому что эта карточка на меня получена. И номер этой личной пластиковой карточки становится привязанной ко мне, к моей личности, к моей электронной амбулаторной карте. Далее мы говорим, пациенту дается информированное согласие на то, что пациент получил эту пластиковую карточку под таким-то номером, и вместе с тем он дает согласие на, скажем, ограниченный доступ к электронной амбулаторной карте. Согласно закону здравоохранения не распространение информации. Врачебной тайны. Здесь, прошу заметить, остановиться только на одном, что пациенты многие не соглашаются, и порядка 1% от выдаваемых пластиковых карт у нас есть отказы, на это пациент имеет право. Но пациенту всегда нужно объяснить о том, что этот отказ, он должен быть не просто отказом, что провизор чаще всего. Все боятся, что провизор будет иметь доступ к электронной амбулаторной карте. Провизор амбулаторную карту не видит и не обладает информацией о тех диагнозах, которые имеются у пациента в результатах анализов. Провизор имеет информацию только об одном. Какой препарат, в какой дозе, в какой количестве выписан данному пациенту и каратность приема. И только за последние три месяца. За последние три месяца это раз. И это, опять-таки, подчеркиваю, что та подробная информация, поскольку у некоторых начнутся замыкания по поводу того, что слежка, эти шпионские страсти у нас еще живут в некоторых головах. Так вот мы персоналифицировали, извиняюсь, эту самую карту для того, чтобы, опять-таки, не было ошибок. Потому что дальше идет некая анонимность для тех же работников аптек. И как раз вот это является предыдущая тщательность в документе в этом. Он является гарантией не абсолютным, но, так сказать, достаточно для того, чтобы, в общем-то, не было ошибки уже в аптеке. Итак, в аптеке ее принимают. Пациент подписал согласие, карточку получил, и в регистратуре больше он не нужен. Пациент идет на прием к врачу, и врачу по логике вещей не нужна эта пластиковая карточка. В программе на рабочем месте в электронном варианте врач видит, что пациент получил, либо не получил эту пластиковую карточку. Врач в любом случае сегодня формирует электронный рецепт. То есть заходит в амбулаторную карту в электронном формате, формирует жалобы, объективный статус диагноза, назначает обследование и лечение пациенту. Чем хорошо это электронное здравоохранение? Тем, что на сегодняшний день в наших всех программных обеспечениях есть полная база лекарственных средств, которые зарегистрированы в республике во всех формах выпуска, во всех дозах, во всех количествах, вот именно в упаковке сколько, и это дает право доктору грамотно выписать препарат. И надо помнить о том, еще добавить, что это касается пока только государственных аптек, с которыми... Почему мы говорим про государственные аптеки? Почему они вошли в пилотный проект? Они вошли потому, что государственные аптеки отоваривают как льготный отпуск лекарственных средств, так и имеют право к обычному отпуску платному лекарственных препаратов. Вместе с тем, на сегодняшний день ведутся работы, и отдан регламент подключение к данному проекту в отдельные сети коммерческих аптек. Вот с этим мы тоже отдельно поговорим, потому что вот, но мы не укладываемся во временной информации. Вернемся к пациенту. Доктор выписал и отдал пациенту на руки бумажный вариант и закрыл работу с амбулаторной картой в электронном формате. Почему мы говорим про бумажный вариант рецепта сегодня? Потому что пациенты, с учетом того, что, как вы уже сказали, белформация, это республиканская и государственная сети аптек, пациент должен иметь право выбора приобретения лекарственного препарата, как в коммерческой аптеке, потому что у него накопительная система, система скидок, и так и в государственной. Дальше пациент... Но это завтра. Частные аптеки, это ближайшее завтра. И пока мы не трогаем, пока мы отрабатываем карточку с государственными. Идет в государственную аптеку, дает провизору бумажный рецепт и электронный рецепт. Провизор сверяет бумажного рецепта, что выписано и в электронном. Оно всегда сформировывается. Каким образом провизор сверяет в электронном формате? Он подносит эту пластиковую карточку штрих-кодом к сканирующему устройству. И на своем рабочем месте провизор видит только, что пациенту Иванову, Ивану Ивановичу, сегодня врач-ясманчик выписывал препарат такой-то, в такой-то дозе, в такой-то кратности по такому-то приему. И предлагает пациенту то выбор препаратов, которые есть в наличии в аптеке. Пациент выбирает, и если он соглашается, провизор нажимает на кнопочку, печатает чек, получает денежные средства, поэтому сегодня мы всегда говорим, что это просто ключ доступа к ограниченному систему. У меня закончились, я реальный пациент, у меня закончились таблетки, которые мне прописал доктор на месяц. У меня хроническое ИБС там, и все, что угодно. Уже 28 лет я страдаю, и я иду, и вот думаю, вот по этой карточке дадут мне еще дозу лекарств, или все-таки надо опять идти в поликлинике и опять... Провизор отмечает о том, что он отоварил вам в прошлом месяце эти лекарственные препараты, и если вам врач не выписал на 6 месяцев препараты, то, соответственно, провизор вам не отпустит, а скажет, обратитесь, пожалуйста, к врачу, эти препараты являются рецептурными. Здесь становится вопрос, опять-таки, насколько это может нам помочь. Сегодня мы говорим, что, может быть, когда-нибудь это будет в перспективе завтрашнего дня, как мы говорим, может быть, послезавтрашнего о том, что пациент может позвонить, и как в Европе сделать право звонка о том, что у меня состояние стабильное, все великолепно в моей жизни, продлите, пожалуйста, отпуск. Это новый этап айтизации системы здравоохранения. Здесь будет вопрос о законодательной базе, потому что сегодня мы говорим, что лечащий врач после осмотра пациента определяет, какой препарат выписать. Сегодня система здравоохранения пошла дальше, она говорит о том, что помощник врача может прийти на пациенту на дом, пациенту с хроническими заболеваниями, посмотреть на его состояние, сказать, что оно не изменилось за последнюю неделю, три месяца, и назначить и выписать те препараты, которые ему подобрал доктор. Если же помощник врача видит, что пациента состояние ухудшилось, как-то изменилось, он приглашает врача на дом либо пациента в поликлинику и делается коррекция имеющегося лечения. То есть врачу, в помощнике уже дается помощник, опять же, врача, который помогает снять напряжение и для пациента, и для врача, потому что здесь очень важно не переборщить с напряжением. Да. Вместе с тем, вот тогда сейчас мы и говорим, что если помощник врача посмотрел и сказал, что можно выписать препараты, помощник врача может связаться с доктором, на рабочем месте доктор обновить систему и на электронной карточке появится информация, скажем так, в электронном формате. Да, не обязательно даже ходить в поликлинику. И врач и пациент, помощник врача, выпишет пациенту этот препарат на дому. Ну, то есть вот этот вопрос, он может решаться, но сегодня он, скажем так, решается не в таком онлайн-режиме, как это на приеме врача. Да. Но будем двигаться дальше. Вместе с тем, что ускорит, опять-таки, снимать напряжение очередей по тематике нашего сегодняшнего выступления. Хронический пациент прошло 3-4 месяца, принял все препараты, которые ему выписал доктор, и он приходит опять на прием и говорит, доктор, мне нужны препараты. Доктор смотрит и говорит, без вопросов, уважаемый товарищ Иванов, мы вам выписываем. Но уже так, как программа была сформирована, и программа уже видит, что этому Иванову 4 месяца назад выписывалось там 6 препаратов, доктор обновляет эти все там тремя кликами на клавиши, все быстро ускоряется, вставляет рецептурные бланки в принтер, печатаются эти бланки, и все становится великолепно. Раньше нужно было 4 или 6 препаратов на 3 месяца, куча рецептов, огромное количество времени в бумажном, ручном варианте оформить, поставить и так далее. Сейчас это все ускоряется в электронном формате. Кто этим занимается со стороны айтишников? Последний вопрос, мы переходим к нашим зрителям, потому что вопросов много. В принципе, программное обеспечение у каждого учреждения они стояли, были проведены тендеры, были определены победители, поставлены их программное обеспечение, программные продукты стоят в соответствующих учреждениях. Работает ли он, может ли он? Все три, которые имеют амбулаторные поликлиники, вообще три программных продукта, они все совместимы между собой, и все три работают с электронным рецептом, с электронным форматом. Ваши пожелания вы выскажите по поводу разработок и завтрашнего дня чуть попозже, а сейчас мы должны ответить на... И я предлагаю сделать это в Блице, потому что тема-то понятно, что актуальная и интересная, но, к сожалению, эфир есть эфир. Итак, а что уже дают, где можно получить, а через интернет можно получить? Пластиковые карточки через интернет не получаются, потому что нужны паспортные данные, и в любом случае пациент должен прийти и расписаться в информационном согласии, который вклеивается в амбулаторную карту. Но это, так сказать, реплика уже избалованность наших уважаемых как бы зрителей, поскольку банки немножко шалят, и они уже прямо домой присылают карточки, только возникли... Некоторые учреждения пробовали примерно так же, как банки, срабатывать, но показывают, что система пока еще не срабатывает, и человеческий фактор, когда путают вот эти вот пластиковые карточки, активизируют на определенных пациентов, поэтому система полностью не сверяет, и поэтому сегодня мы говорим о том, что мы призываем наших пациентов приходить все-таки в учреждение здравоохранения, прийти с документами и получить. Ажиотажа большого нету, в принципе, выдается в часы работы учреждения. Мы уже его, в принципе, обсудили, что надо подумать, если сделать такую акцию, типа субботника, как раньше это было, именно какую-то выделить в субботу, особенно для тех людей, которые работают, это важно, потому что у нас почему-то все часто увеселительные и развлекательные и необходимые всякие службы, они работают именно в то время, когда основная часть нормальных граждан тоже работает, и это для меня всегда было удивительным. Но это другой вопрос, идем дальше. А это платная услуга? Бесплатная мы уже ответили. Мы уже сказали бесплатно, для пенсионеров будут льготы? Ну, понятно, что... Сегодня необходимо тогда ответить про льготы все-таки. Сегодня система РУБ Белформации в городе, она активизировала тем лицам, которые имеют эти пластиковые карточки, даже если это не пенсионеры, там, или пенсионеры, но не имеют льгот инвалидной группы, группы инвалидности, простите. И, соответственно, пациенты на отечественные препараты имеют 10% скидки на импортные опять и на средства медицинской реабилитации, там, то 27%. Катя подсели на скидки. Поэтому Белформации уже разработала эту систему, необходимо просто прийти с этой пластиковой карточкой и сказать, что я хочу приобрести что-то. И если это подпадает под систему скидок, то это есть уже и в этой аптеке. Ну, уже хорошо, потому что мы тоже немножко нас приучили к этим скидкам, но и время такое, надо пользоваться и стараться поджимать чуть-чуть пояса там, где-то возможно. Значит, добрый день, решил получить электронный рецепт по телефону, сегодня день у меня нет такой возможности. На сайте написано, что регистратора работает и в субботу. Я пришел, она закрыта. Сидит только девушка, которая карточки выдает и плечами пожимает. Почему так? Это вторая поликлиника. Спасибо, Сергей Минск. Мы, Сергей, ответили на вопрос. Я думаю, что нас услышат и в Комитете по здравоохранению. Вот как минимум главный врач одной из передовых поликлиник, новых, я так понимаю, поликлиник, 39-й поликлиники, уже слышала. Я это озвучил, уже этот вопрос и до эфира, и в эфире. Я думаю, что... Это рассматривается просто человеческий фактор. Если регистратор, который умеет, обладает возможностью доступа в электронную базу, заболел, человеческий фактор, то, простите, мы приносим свои извинения за систему о том, что это не сработало в субботу. Надо, чтобы это прозвучало в момент обращения и даже по телефону, что, извините, такая ситуация. Но я думаю, что сам принцип все-таки подключать пока это все в запуске в субботу, он хороший. То есть акция повесит на дверях «Дорогие мои, только для вас в субботу», когда приходите с детьми, с бабушками, с дедушками. Это очень важно, чтобы они чувствовали, что мы врачи их любим и их понимаем, а не просто выполняем формально свою функцию. Интересно, электронный рецепт будет единый, можно ли на него выписывать лекарства в разных учреждениях здравоохранения и у разных врачей? И еще важный момент. Можно будет заказать рецепт хроническому больному через интернет без посещения врача, чтобы очереди не создавать. Но вы отчасти ответили на этот вопрос. В посещении врача мы уже ответили. То есть даже участковый доктор может прийти к пациенту, если это ветеран, если это пожилой человек, и решить этот вопрос. Да. Если по вопросу того, что все-таки первая часть вопроса, простите. Сейчас еще раз. Так. Значит, интересный, электронный рецепт будет единый, первый вопрос. Можно на него выписывать лекарства в разных учреждениях здравоохранения? Сегодня, подключив электронный рецепт, все уже скажу. Значит, подключив сегодня электронный рецепт, первоначально в Пилоте мы не видели учреждения друг друга. Четыре когда было, когда подключили еще восемь учреждений, и уже сейчас подключился весь город Минск, выдача пластиковых карточек. Я вижу, что я сотрудник 39-й, проживаю в районе обслуживания, уже названной второй поликлиники. Я получив карточку электронную в второй поликлинике, в 39-й я уже вижу, что я получила эту карточку в 39-й. То есть мы переходим на новый уровень, когда учреждения здравоохранения друг друга начинают видеть на общем сервере касаемо только... Это единственно правильный путь. Рецептов, именно да, когда мы говорим о том, что амбулаторная карта должна мигрировать за пациентом, а не пациент должен ее ходить. Абсолютно согласен. Я думаю, что тоже мы вернемся к этому разговору, но в принципе ответ есть. Ну и по поводу последнего в этом же вопросе, значит, можно ли будет заказать рецепт хроническому больному через интернет без посещения врача. Но мы уже ответили. Мы уже отвечали на этот вопрос о том, что нужно смотреть хотя бы фельдшером либо помощником врача. То есть осмотр пациента, понимаете, субъективное самочувствие пациента, оно важно, но объективная оценка медроперсоналом она тоже важна для того, чтобы откорректировать дозы, кратности и так далее. Согласен целиком, но при этом мы понимаем, что в этот период, в период запуска иногда может быть такая конструкция, при которой фельдшер приходит к уважаемому ветерану, инвалиду, пожилому человеку, сверяет, делает, если какие-то вопросы возникают, все-таки старается довести до амбулатории. Если нет, он участвует в формировании этой карточки, и все у нас происходит. Опять-таки, человеческий фактор. Будьте бережны, будьте бережны друг к другу, и тогда, в общем-то, и врач с удовольствием придет, и пациент с удовольствием получит эту карточку. То есть мы сами формируем, извиняюсь, атмосферу. Так, небольшое наблюдение. Беларусьбанк победил в очереди в своих отделениях, создав параллельные системы. Теперь, чтобы заплатить коммуналку или какую-то пошлю, не нужно стоять день в очереди. Это можно сделать через инфокиоск, не выходя из дома, или не выходя из дома, через интернет-банкинг. То же самое нужно сделать и с электронными рецептами. Бабушки как ходили в сберкассу и к доктору за рецептом, так и будут ходить. Но основная часть населения с удовольствием будет делать это дистанционно. Тот же талон к врачу, если человеку не нужен больничный, то первичный опрос можно сделать простым, анкетированием на сайте и автоматически сгенерировать нужное направление на анализы, чтобы человек пришел на прием уже с результатами. Кстати, тоже очень хороший вопрос и замечание, что нужно делать на входе. А то приходит к врачу, тратит его, в общем-то, золотое, я считаю, время, а врач, только пожимая плечами, говорит, ну что ж, батенька, надо сделать анализы крови, надо сделать, да? Это, я считаю, совок такой редкий, что... Благодаря все это, мы говорим о том, что у нас был некоторый спад на выдачу этих пластиковых карт, и наша поликлиника была тем учредителем, в которые пошли первую систему и использовали эту пластиковую карточку и вот этот вот штрих-код на обратной стороне для того, чтобы через электронную регистратуру либо через вызов врача через интернет, заказ, отмена талончиков мы сделали таким образом, что пациенту предлагается либо внести все свои данные, там фамилия, мечта, дату рождения и адрес, либо есть такая подрубрика там, а у вас есть электронный рецепт, карточка. Пациент говорит, да. Тогда ему нужно внести последних пять цифр этой пластиковой карточки, система его узнает и говорит, да, уважаемые, вы есть в нашей базе, чтобы мы понимали, что вы, это вы, введите, пожалуйста, год рождения. Вводится просто год рождения, и тогда пациенту даются все возможности, не внося базы данных. То есть освобождается личное время для того, чтобы получить талон. Это то, о чем говорил наш зритель вот сейчас, да, такая, но это уже более продвинутая этизация системы, я думаю, что за этим идущие. То есть интерпретация, мы даем разные возможности для вот этих пластиковых карт, не просто для рецепта, то есть на самом деле пациент скажет, какая у меня разница, если вот там провизору хорошо видит, там еще кто-то видит, а для пациента, для пациента, чтобы ускорить процесс общения со всеми нашими терминалами электронными, вариантами, ресурсами, мы уже сделали это. Идем дальше, потому что еще раз, в второе время мы такой блиц сделаем. Значит, пользователь-гость. Не получится, врач должен видеть пациента. Это как бы, а, может, предыдущий вопрос, значит, точно. А можно еще через скайп-консультации врачей организовать? Ну, я так понимаю, что это тоже дело будущего. В некоторых странах это... Скайп-консультация уже есть, он есть онлайн-консультация, либо скайп-консультация, как угодно их называют у нас. И на многих сайтах учреждений уже размещено время консультации пациентов. Но, опять-таки, пациенту нужен врач, чтобы лечить. То есть есть специалисты, например, там заведующие, либо заместители, которые консультируют, дают ответы на поставленные вопросы через скайп. Единственный момент, что если мы говорим о коррекции лечения конкретно конкретных доз, то чаще всего нужно всего насмотреть пациента. Я думаю, что первично все-таки должен быть контакт с врачом, да, после предварительного. С медработником, да. А уже потом можно поддерживать эти отношения, в том числе через скайп. Но это, я думаю, что дело завтрашнего дня, никак не сегодняшнего. Я думаю, что мы к этому тоже еще будем возвращаться. Но пока конспективно давайте уже закругляться, но отвечать уже, что называется, на последнем дыхании. Проблема очередей заключена в наших постсоветских головах. Мы не умеем сострадать старушкам, инвалидам, уверены, что врачи нам что-то должны. И вообще не научились нормально общаться между собой. Отсюда гавканье в коридорах поликлиники, хроническая непереносимость поликлиник. Ну, я соглашусь, что вот культура поведения, то есть вот сейчас делает Минздрав регламент для врачей и медперсонала. И как раз, когда была Ольга Владимировна Маршалка у нас за этим столом, я говорил, ну, тогда нужно зеркальное, некое жесткое постановление и какая-то парадигма развития отношений со стороны пациента. Потому что если пациент ведет себя, если он в алкогольном опьянении, если он ведет себя неадекватно, то, безусловно, должны быть более жесткие меры наказания за негражданское поведение. Но это, опять-таки, в другой, я надеюсь, не жизни, но в другой программе. Так, пользователь гость, родной завод Горизонт такие терминалы выпускает. А, в нашей поликлинике раньше были сумасшедшие очереди на сдачу крови из вены. Это был просто ужас какой-то. Поставили терминал с электронной очереди, толпа в коридоре сосалась, как и не было. Но это абсолютно, да. Значит, дальше. Главное в этом благородном деле привлечение грамотных специалистов в области IT-медицины. Вот тоже очень как бы подмывает меня стать инициатором какой-то конференции в этой области для частных и государственных IT-производителей для того, чтобы был более близкий контакт между врачами и разработчиками. Но это уже другая история. Это я пошел в обратную сторону. Значит, дальше. Родной завод это по поводу терминалов, да, что такие терминалы выпускает. Мы рады за них. Хотя личный мой опыт приоровский терминал, которым я оплачу коммунальные, работает отвратительно. То есть, надо его тыкнуть столько раз, что уже палец болит, прежде чем он откликнется. Родной приорбанк, пожалуйста, обратите на это внимание и вообще все обратите внимание, как работают эти самые терминалы. Потому что часто очень, к сожалению, плохо и отбивают всякую охоту стопооснений в интимный контакт. Так, расскажите, как система электронного рецепта работает в Европе и Америке? И сможем ли мы приблизиться к внедрению этих же системы, этой же системы к цивилизованному обслуживанию в поликлиниках? На самом деле, это у нас был опыт и перенимался он из Европы. В Европе, в той же Финляндии, когда наши IT-технологии программисты ездили и смотрели, у них уже давно нет бумажного варианта, у них есть в электронном формате. И если врач не сформировал в электронном формате рецепт, то ни одна аптека любой частной или государственной формы собственности не отпустит, потому что данный пациент не был у врача. Поэтому это уже работает и у нас, в принципе, перенимается опыт. На вопросы чаще всего еще задают о том, как разработан этот формат и почему, каким образом определялся этот штрих-кодирование, то это вообще международные стандарты были включены, они согласованы со всеми ГОСТами и ГОСТами вот этого штрих-кодирования. И, соответственно, почему это была выбрана пластиковая карточка, а не флешка или еще что-то. Нужно было сделать дешевый вариант, удобный для того, чтобы его носили пациенты. Поэтому цена с этой карточки, когда мы начинали делать, это было 2450 рублей, то есть, соответственно, в старых вариантах до деноминации. Соответственно, это дешево, это удобно, а так как регион в городе Минске 2 миллиона, а в республике почти 10 миллионов жителей, соответственно, цену мы можем посчитать. Смотрите, у нас уже 45 минут эфира, мы злоупотребили. Я думаю, что мы будем сегодня закругляться, с вашего позволения. И я думаю, что мы продолжим в ближайшее время, потому что, ну вот, еще и тут осталось вопросов не меньше десятка. Ну, и тема такая актуальная, что к ней бы хорошо вернуться, поскольку, еще раз повторяю, вот то, о чем мы сегодня говорим с вами, это не завтра, это уже... Это сегодня. Это не фантастика, это не из области чего-то такого иллюзорного, это реальная жизнь. И, опять-таки, мы всегда очень откликаемся на и критику в адрес, какие-то новые новшества по развитию различных IT-технологий, потому что, даже, опять-таки, слоупотребляя эфиром, в нашей коллеклинике мы сегодня внедрили такую вещь, как голосовое сообщение. И голосовое сообщение не просто перейти на диспансеризацию, вы долго у нас не были, а голосовое сообщение о том, что вы по предварительной записи заказали талонно-ультразвуковое исследование, там, брюшной полости или малого таза вчера, на завтра. Либо вы не придете, нажимая цифру 2. Нажимая цифру 2, мы сразу же в свободный доступ отдаем нашим пациентам следующим этот талон. И за тех пациентов, которые это откликаются, делают очень оперативно, я просто благодарю, потому что доступность становится лучше и меньше ажиотажа в получении каких-либо талонов. Значит, я должен извиниться и перед вами, да, и перед нашими зрителями за то, что мы действительно злоупотребили, но тема интересная и очень важная. Я уверен, если вы не против, мы вернемся к этому разговору сразу после Нового года, да, где-то немножко по остыну страсти новогодние, и мы вернемся, и мы ответим на вот те вопросы, которые мы не ответили сегодня, и те вопросы, которые еще будут, и мы этому посвятим, еще раз повторяю, даже, может быть, не один формат, мы, может быть, в другом формате поговорим об этом, но главное, что сегодня мы успели сделать, во-первых, мы показали вам карточку, да, то есть она реальная. Мы объяснили, в частности, моя гостья, извиняюсь, мы объяснили, как это работает. Мы знаем, что это пока рассчитано на сеть государственную, но работа идет и с частной сетью аптек, чтобы была конкуренция, и, опять-таки, доступ, да, конкурентный, опять-таки, для наших пациентов, к нашему благополучию. Мы также выяснили, что, в общем-то, эта система развивается, и это как бы прообраз начала будущей истории, электронной истории болезни, да, и это все в движении, и над этим работают. Деньги для этого выделяются не только нашей страной, да, но даже мировой фонд, спасибо ему, банк, вернее, он откликнулся, и я думаю, что это очень здорово, что мы будем все-таки развиваться в этом направлении, потому что по оценкам всех практически мировых агентств, которые, ну, ищут какие-то пути инноваций в нашей жизни, они отвечают, что инновации в IT-технологиях в медицине, это практически проблема, и решение этой проблемы, да, сегодня, это вопрос номер один, это организация здравоохранения, то есть структурная организация, это анализ вот тех огромных количеств данных, которые рождаются в процессе исследования пациентов, это те обобщения, которые могут делаться с помощью этих технологий, то есть уже сегодня качество диагнозов, которые делаются благодаря IT-технологиям, в том числе, да, оно значительно выше, это качество, и помогает, пока помогает врачам, ну, и я должен поблагодарить нашу гостю, Есманчик Ольгу Петровну, главного врача 39-й поликлиники, за нашу сегодняшнюю беседу, и напомнить ей уже в рамках этой беседы, что после Нового года, в ближайшее время, да, мы с вами встречаемся по звонку, и отвечаем на все вопросы, и даже, не только на все вопросы, даже больше, чем то, что сегодня осталось неотвеченным в нашем компьютере. Спасибо огромное. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!